Уважаемый Олег Генрихович, уважаемые коллеги, конечно, сегодня очень глобальный, насущный вопрос поднят. Почему? Потому что Крым для нас, конечно, сейчас на первом месте. Уже почти год, как Крым стал частью Российской Федерации, 16 марта прошлого года крымчане провели исторический референдум и проголосовали за присоединение к России. Они поверили в возвращение домой, поверили, в первую очередь, в лучшую жизнь, поверили в Россию. Сегодня на нас лежит огромная, уважаемые коллеги, ответственность в том, чтобы это доверие оправдать, оправдать не только перед крымчанами, но и в первую очередь перед своими гражданами. К сожалению, сегодня, в переходный период, сохраняется еще множество нерешенных проблем. Киевская хунта решила проводить транспортную блокаду республики, надеясь вызвать недовольство непосредственно крымчан к нам. Именно поэтому мы должны действовать активно и решительно. Без сухопутного сообщения крайне затрудняется поставка любых товаров. Из-за этого цены на многие продукты выросли почти до 90%. Конечно же, граждане обеспокоены такой ситуацией, им надо кормить свои семьи. И прекрасно мы понимаем, что и нас можно понять с той стороны, что там есть переходный период. Поэтому, Олег Геннадьевич, мы предлагаем, что если сейчас в правительстве нету достаточно средств, тогда обратитесь к нам, обратитесь к чиновникам, обратитесь к депутатам всех уровней. Я вот на ярком примере могу сказать, что фракция ЛДПР готова 10% отдать на строительство моста со своей зарплаты. И я думаю, что если вы обратитесь ко всем чиновникам России и ко всем депутатам Государственной Думы и всем остальным, то мы первый транш для строительства найдем ради наших крымчан. В прямой зависимости от транспортной инфраструктуры находится и вопрос, конечно, туризма. Без преувеличения могу сказать, Крым это жемчужина России с потрясающим целебным климатом, с необыкновенной природой. Конечно же, многие граждане России хотят приезжать на Крым, но в итоге мы опять сталкиваемся с одной и той же проблемой. Вспомните то лето, когда люди стояли по 20-30 часов в очереди, уважаемые коллеги, с детьми. Вы представляете, какое-то кощунство издеваться так над людьми. Пока не построен мост, уважаемые коллеги, мы должны создать нормальную перевозку наших граждан. Это увеличение паромов, это увеличение, в первую очередь, стенок причальных. Давайте выделим на это средства и общими усилиями окажем руководителю Крыму Аксенову непосредственно решить этот вопрос. Тогда я считаю, что этим летом мы поднимем турист на первое место, увеличим бюджет в Крым, и все наши граждане свободно смогут приехать и там отдохнуть. Коллеги, также хочу обратить ваше внимание на проблему обеспечения населения полуострова водой и электричеством. Самым необходимым в наше время. Сегодня в таких жизненно важных областях Крым до сих пор во многом зависит от Украины. Многие политики Украины страстно желают отомстить крымчанам за их свободный выбор. Что завтра взбредет в голову этим попросту неадекватным людям, фашистам, мы не знаем с вами. А значит, необходимо в кратчайшие сроки свести эти проблемы к минимуму. Жители Крыма не должны зависеть от Украины. Значит, также мы должны с вами рассмотреть в ускоренном процессе это строительство магистрали, воды, электричества так, чтобы Крым не зависел ни в коем случае от Украины. И, конечно же, не могу обойти стороной вопрос до сих пор, который меня тревожит. Те граждане, которые проживают в Крыму и в свое время были прописаны, например, прожили всю жизнь в Крыму, но прописаны в Киеве, в Донецке, в Луганске, они до сих пор решают проблемы получения внутреннего паспорта через суды. И суды не раз им отказывают. Что теперь делать этим гражданам? Куда им подаваться? Идти обратно на Украину? Нет, конечно. Это большая проблема, которую мы с вами должны ее сейчас решить. Никаких судов. Человек пошел и получил паспорт. Уважаемые коллеги, хотел бы еще раз подчеркнуть необходимость в полной мере выполнить все взятые на себя обязательства. Сегодня на Крым смотрят не только Россия. На Крым смотрят в первую очередь Европа, Америка и сами украинцы. Почему? Потому что это для нас с вами стратегический объект. Это стратегические те вопросы, которые мы должны сейчас перед крымчанами оправдать. Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо, Роман Иванович.